В Голицынской школе номер один есть замечательная традиция ежегодно накануне учебного года проводить конференцию не в стенах школы, а за ее пределами. В музеях, усадьбах, исторических и значимых местах Одинцовского района. На этот раз учителя решили встретиться в военно-патриотическом парке «Патриот». И не только для того, чтобы провести педагогический совет, но и в рамках проекта «Салют Победе» наладить взаимодействие школы с парком культуры отдыха Вооруженных сил Российской Федерации. Воезной педагогический совет Голицынской школы номер один прошел в клубе «Блиндаж» на территории партизанской деревни. Мы с вами проводим наше необычное заседание именно в этом парке «Патриот» с тем, чтобы начать новый необычный проект. Этот проект имеет районное значение, проводится в рамках районной эстафеты «Салют Победы». И мы с вами та школа, которая находится территориально рядом с этим парком. И наша с вами сегодня задача познакомиться с теми ресурсами, которые заложены в этом парке. Посмотреть, что они могут нам предложить, наши коллеги, в плане военно-патриотического воспитания. От имени Московской областной думы директор школы Светлана Просникова награждена почетным знаком за добросовестный труд. Почетную грамоту достоились и особо отличившиеся педагоги. А от Управления образования района, главы городского поселения Голицына и от самой администрации школы коллектив получил дипломы за вклад в развитие образования и выдающиеся успехи учеников. Самое главное сейчас – собраться с новыми силами и достойно в этом году отпраздновать юбилейный, замечательный год. День, день битвы под Москвой. 75 лет битвы под Москвой. Поэтому для нас, проживающих на территории Подмосковья, это важная дата. Итогом конференции стало решение о сотрудничестве Голицынской школы номер один и парком «Патриот», одна из форм которого – проведение открытых уроков истории. Заместитель директора военно-патриотического парка «Патриот» отметил, что подобного опыта нет ни в одном парке страны. У вас достаточно ответственная задача. Вы находитесь на рубеже нашего воспитания тех жителей России, той страны, в которой мы будем жить. И военно-патриотическое воспитание на сегодняшний день, как бы мы хотели или не хотели, это очень ответственная и очень большая задача. И решать все-таки первым рубежом придется ее вам. Планируется, что в проекте примут участие учащиеся с 7 по 11 классы. Но если получится, в него будут включены 4, 5 и 6 классы, пояснила директор школы Светлана Просникова. Посильную помощь в разработке программы открытых уроков окажут экскурсоводы и сотрудники музейного центра парка. Завершила встреча экскурсии по партизанской деревне. Здесь в мельчайших подробностях восстановлена жизнедеятельность крупного партизанского отряда времен Великой Отечественной войны. Экскурсия педагога впечатлила. Это очень впечатляет, конечно, замечательно. Здорово, что такое можно увидеть сейчас в наше время. И вот для молодого поколения, конечно, это замечательно. Правда, впечатлений много. Ощущаешь себя, как будто много-много лет назад. Чувствуешь дух того времени, тех событий. И думаю, всем детям, учащимся, будет очень интересно сюда приехать. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.